Приветик! Приветик всем! Это я Оля из Греции, вы на моем канале Flower Therapy, цветочная терапия. Я сегодня на выставке кактусов, осенняя выставка. Я уже поснимала такое для вас интересное, хотя сегодня погода не очень. Вот сейчас чуточку, как сказать, остановился дождик, я вышла себе поснимать. Из-за этого пришло мало членов, ну, мало экспозиций, но ничего, что-то да всё равно для вас есть. Смотрите, ставьте лайки, не забывайте подписываться на мой канал. Надеюсь, вам очень-очень понравится всё, что я вам показывала. До свидания! А вот и начинаем наш показ. Тема сегодняшней выставки были Мезимбриантима. Это, получается, литопсы, канофитумы, такого рода растения, каудексные, пахиокальные. В общем, растения, которые растут в это время года. Например, гастерии, хавортии, красулы, сенессию, алои какие-то, стопели. Вот, в общем, что-то вот такое. Или же что ещё может свести в это время года, там, ариокарпусы, не знаю, карифанты там. Ну, показываю я вам самые интересненькие сейчас. Живые камни, как их называют в народе по-простому, и не зря. Конечно же, их было много, они красивые, они интересные, они тянули на себя все взгляды почему-то, хотя они такие мастенькие и не сильно заметные, скажем, издалека. Ну, всё-таки тема были именно они. Я постаралась так, насколько я могла показать их подробнее, так тщательнее, скажем. Долго я не могу это делать, вы знаете, все хотят посмотреть, все хотят фотографировать, кто-то для себя снимает. Вот, я для вас. Ну, вот такие вот хорошенькие. Ну, конечно, из них уже кое-что вы видели, не раз их приносят на различные выставки, но сегодня их было, конечно же, значительно больше. Ну, там такой тёмненький, шоколадный такой, ну, прям еле видно его. Другие намного крупнее. Знаете, каждый раз, когда я смотрю на этот вид растений, да, вот, ну, вот прям вот охота-охота думаешь, ой, хочу-хочу, ну, вот, небольшую коллекцию. Ну, потом понимаешь, что, ну, невозможно всего хотеть, нету места для всего. И как-то потом успокаиваешься. Хотя, да, из этих растений можно собрать целую коллекцию, они не занимают много места. Они очень интересные в любое время года, не только, когда цветут, конечно же. Если уже выбирать редкие виды, но они очень интересные. Расцветки, формы, размеры, там, узоры, рисунки, как назвать, и потом уже и цветочки. Вот, например, вот эти вот такие вот красавицы были, такие лапочки, такие расцветки фиолетовые. Ну, прелесть. Эти канофитумы были просто, ну, конфетки. Можно на них смотреть долго. И удивляться, поражаться, как с такого растения выходит такая ромашечка, скажем, расцветает. Я не перестаю удивляться, по крайней мере, не знаю, как остальные. И для меня они остаются очень удивительные все-таки. Ну, вот. Кое-кто с бутонами, кое-кто, конечно, цвели. Ну, на них можно смотреть, в общем, долго и долго. Вот эта вот лепешечка мне понравилась. И у нее, детка, летучая тарелка, скорее всего. Я, конечно же, смотрю, у меня в голове сразу приходят какие-то клички им даю, названия, которые, бывает, я озвучиваю, улыбаюсь. Ловлю себя на мысли, что я пока снимала их, у меня улыбка не сходила с лица. Особенно, когда снимала вот эти вот все бутинки, конфетки, камушки, как их там можно назвать, там, горошки, летучие тарелки, там, не знаю. Ну, просто, ну, не знаю. Красота для глаз. Особенно для нас, девочек, мы в детстве, да и взрослые, любили различные бусины, все такое, знаете, мелкое, красивенькое. Ну, конечно же, нам и нравятся такие растения. Они напоминают нам что-то такое, может. Может и нет. Смотрите, смотрите, какая красота. Было три яшечка. Потом, кажется, еще принесли четвертый. Вот, кто-то пришел с опозданием. Ну, из-за погоды у нас гроза, дожди были, и многие не пришли, а многие просто с опозданием пришли, посмотрели на погоду, какая сперва подождали, может, что прошел дождь, а потом приехали. Ну, вот с опозданием. Так что, все вы увидите. Выставка была не очень большая, как я уже говорила, но не имеет значения. Все равно есть на что посмотреть. Растения всегда есть, красивые, разнообразные. И любуемся вместе. Вот этот вот Обеса, мне сказали, ей 32 года. Вот. Растил ее человек столько лет. Член нашего клуба. Бывает так, как-то успеваю и пообщаться, и узнать что-то про растения. Ну, обычно нет. Обычно, когда нахожу пустое место, я просто стою и начинаю снимать. Вот. Тут и муха с нами нехорошая летала, мешала. Ну, бывает. Как вы видите, вот разные растения. Я ничего с собой не привезла, хотя, да, хотела я одно растение привезти, одну красовую, которая собирается у меня цвести. Но она такая хрупкая, она могла бы сломаться в дороге, а дорога длинная. Мы ехали с собачкой, я должна была, в общем, собачкой заниматься в дороге. И, ну, не могла бы я и растение это привезти, отвезти, сказать, на показ. Вот. Ну, ничего. Может, смогу какой-нибудь другой раз что-то принести. Вот эта вот агава очень красивая, как я ее хочу. Прям хочу, хочу. Ну, не такую большую ее ребенка. Ребенка. Ну, вырастет когда-нибудь. Вот эта вот очень красивая. Такая мелкая, она такая красивая, такая яркая. Прям, не знаю, прям издалека светилась. Красота. Звук, как всегда, я почти убрала, потому что очень шумно в помещении, знаете. Греки шумный народ, общительный, разговорчивый. Ну, и в закрытом помещении всегда есть, конечно, шум. Вот. Так легче мне делать озвучку, не надо надрывать горло. В общем, растения разные. И, конечно же, в хорошем состоянии. Просят приносить растения, ну, конечно же, которые в хорошем состоянии. Без болячек, без царапин. Аккуратные по возможности. В красивых горшочках, если так можно. Вот, ну, у кого такие есть, приносит. Конечно же, многие члены не приносят растения на показ. Просто не хотят их показывать. Это их право, конечно. Может, это, не знаю, может, не хотят знать, что у них есть. Может, просто боятся, чтобы не повредить в дороге. Или же там на выставке, чтобы что-то не произошло. Разные, в общем, люди думают и не приносят свои растения. Вот тут, смотрите, сколько много хавортий различные. Смотришь на каждую, думаешь, ну, какие же они все-таки удивительные. Нравятся ли, не нравятся там. Это не имеет значения. Просто смотришь и поражаешься, удивляешься, восхищаешься, как природа создает такую красоту. Ну, и вмешательство уже человеческих рук. Никогда не перестану удивляться и восхищаться красотой растений. Пусть это будет с колючками или без. Пахиокальные, каудексные, древовидные, листовые, какие бы ни были. Растения – это чудо. Вот такое вот, кстати, у меня есть. И я увидела, что у меня будет в дальнейшем. Поняла. Значит, будет такая кочка из много-много розеток. Может, какие-то названия вы сможете увидеть, останавливая. Видео. И так можно увидеть кое-какие названия. Конечно же, я названия не могу показывать. Это все будет очень-очень долго. Кстати, вот эта вот алоэ очень красивая. Понравилась мне. Вроде и ничего такого удивительного. Ну, и не самый простой и интересный. А вот такой у меня есть мустаж. Освещением. Освещением всегда, могу сказать, не из лучших. Ну, даже могу сказать плохое. Ну, думаю, все-таки как-то получается показать. И тень моя падает. Ну, без этого невозможно. Потому что освещение находилось позади меня. Вот. Об этом, конечно, не думают, кто организует это все. А мы, которые снимаем, ну, для нас это, может, не подходящее освещение. Ну, мы не жалуемся. Как есть, так и есть. Денек был хороший. И не имеет значения, что был дождь. Все равно было не холодно. И, знаете, когда меньше народу, все-таки намного комфортнее, намного, не то, что приятнее, комфортнее, скорее всего, находиться. И особенно мне, которое я снимаю, и всегда очень много людей толкаются, мешаются. Мне было легче снимать. Ну, с другой стороны, конечно же, когда все члены присутствуют, все-таки тоже хорошо. Вот этот экземпляр был показан еще летом. Его выиграл один член, помню. Он тогда был намного меньше по хиподиуму. И уже вырос. И такой вот красавчик. Прям все любовались. И хвалили, как он его хорошо вырастил. Какой он у него красивый. Конечно же, бывают представители и огромные. Куда ж без них выставки. Без мощнейших колючек никуда. Вот красолочка цветущая. Масенькая. Когда-то она мне нравилась. Я ее даже сильно хотела. Знаете, она мне не очень даже и привлекает что-то. Хотя милая. Милые цветочки, миленькие. Помощники мне показывают свои руки. Хотят попасть в кадр. Кто-то не хочет, а кто-то очень сильно хочет. Но я решила никого не показывать. Только в конце. Кого надо, покажу. И все. В начале себя. В конце еще кого-то. И хватит на этом. Вот такие вот феррокактусы. Надеюсь, все эти феррокактусы. Так вот тут есть астрофиту. Другие тоже вроде как феру. Там дальше будет и с цветочками. Вот такие вот экземпляры. В теплице я не засняла в этот раз. Потому что, во-первых, был дождь. Было шумно так. Когда шел дождь и капало на теплицу. Перерывы между, скажем, когда останавливался дождь, были очень маленькие. Так что я решила в теплице вообще ничего не снимать, не мучиться. И освещение тоже было очень плохое. Потому что было темновато. Вот. Так что в другой раз посмотрим и тепличные растения. Уже видели не первый раз все одно и то же. Может просто что-то цвело сейчас, что не цвело летом. Ну, думаю, ничего. Кстати, смотрите, какие красивые ориокарпусы. Особенно вон те задние были такие вот интересные, интересные. Такие редкие вроде как. Чуточку астрофитумы. Смотрите, тут какой вот черненький был. Прям, ну, не передать точно его цвет. Он такой прям шоколадный-шоколадный. Интересный очень. В природе, наверное, его и незаметно среди... Не знаю, на скалах, где он там на земле растет. Скорее всего, его и незаметно. Так я и представляю. Тут тоже вроде как бутон. Что это точно я не успела посмотреть, что-то не узнаю. Вот и мамиляречка цветущая. Кстати, и моя цветет эти дни. Увидите во влоге. Покажу. Ну и повторно, так, чуточку еще, крупным планом, кое-что. И вот такой вот красивый. Смотрите, какой большой, мощный. Арбузик с колючками. И такие розовые цветочки. Светлые, розовые. Очень красивый экземпляр был. Ну и, как видите, приближаемся к концу. Стол был неполный. Еще раз говорю, из-за погоды напугали людей, что будет погода ужасная. Люди побоялись приехать. И вот при конце принес член клуба еще один ящичек с кое-какими растениями. Тут есть и цветущие, хорошенькие такие тоже. Камушки, конфетки, бусинки. Все тут. С рожками, без рожек. Очень красивые, очень хорошенькие растения. И вот этот вот мужчина, взрослый пенсионер, кроме этих растений на показ, принес и кое-что на раздачу. Вот от него у меня что-то, что-то я взяла. И покажу вам, наверное, во влоге. Потому что, ну, на раздачу почти ничего не было. Очень мало всего принесли. Все, что из того, что было у меня, все есть, в общем. И так что всего мало. Я привезла с собой. Посмотрите чуточку, какой вот у нас был дождь. И чуточку обстановку внутри. Моя собачка с моим мужем. И вот так вот примерно члены нашего клуба. И вот такое вот небольшое помещение. Вот такая вот была выставка. Надеюсь, вам понравилось. До свидания.